Приветствую наших уважаемых подписчиков и гостей. Я уже не раз пытался начать на наших ресурсах разговор о конспирологическом ноосферном мировоззрении. Но, похоже, удачной попыткой была только одна. Популярным стал только цикл роликов о пророчествах о скором приходе белого всадника. Ссылка на цикл будет под роликом. Также напоминаю, высшим идеалом ноосферного мировоззрения является не гуманизм, а красота. Точнее, красота как целесообразность. Напоминаю определение красоты из романа Ивана Ефремова «Лезвие бритвы». Красота – это правильная линия единства и борьбы противоположностей. Та самая середина между двумя сторонами всякого явления, всякой вещи, которую видели еще древние греки и называли арестом, наилучшим, считая синонимом этого слова «миру», точнее, чувства мира. Я представляю себе эту миру чем-то крайне тонким – «лезвием бритвы», потому что найти ее, осуществить и соблюсти нередко так же трудно, как пройти по лезвию бритвы, почти невидимо из-за чрезвычайной остроты. То есть, если говорить о красоте тела человека, то красиво то, что целесообразно для выживания и продолжения рода. И, наверное, этого нигде не видно так, как на примере тела красивой женщины. Если этот цикл пойдет, то в нем мы поговорим о многих известных красивых женщинах. В этой публикации я решил использовать в качестве примера испанскую красавицу – Еву Падлога. Вот как она выглядит. То, что Ева, безусловно, красавица, думаю, не будет спорить никто. Это хорошо видно даже по ее фото. Пусть для иллюстрации будет еще и небольшое ее видео. Ну и поговорим немного о Еве. Она родилась 13 мая 1984 года. То есть, ей сейчас уже ровно 40 лет. Ее уже сложно назвать девушкой. Хотя внешне ей ее годы никак и не дашут. Как я уже сказал, Ева – испанская красавица. Она родилась в Барселоне. Кто ее родили, похоже, по сей день не знает никто, кроме, понятно, людей, живущих с ней в одном городе и близких к ней. Ее родители явно не интересовали средством массовой информации. Из этого, естественно, можно сделать вывод, что Ева далеко не из известной и из богатой семьи. Правда, у нее высшее образование. Она дизайнер. Но сегодня ясно, что Ева никогда не стала бы всемирно известной моделью, если бы не интернет. А еще точнее, если бы не Инстаграм. В 2014 году она начала выкладывать свои фотографии в Инстаграме. И в течение всего двух с небольшим лет список ее подписчиков в Инстаграме перевалил за 2 миллиона человек. В общем, модельным агентством было. Отчего обалдать. Ну а дальше они начали выходить на нее сами. И наперебой предлагать ей контракты. Да и то, агентство здесь, безусловно, сложно не понять. Вот еще одно ее видео, на котором можно оценить ее походку. Субтитры сделал DimaTorzok Нужно также добавить, что о Еве сегодня рассказывают очень многие блогеры. Причем как в текстовом, так и в видеоформатах. Я так понял, у нее нет своего канала на Ютубе, но роликов там с ней невероятное количество. Их сняли ее поклонники. Ну а поклонников и фанатов у нее, похоже, миллионы и миллионы. В общем, Ева яркий пример для всех красавиц. Пример того, как честно используя свою красоту, можно добиться буквально потрясающего успеха в жизни. Настоящий момент Ева уже долларовая миллионерша. Она зарабатывает порядка полутора миллионов долларов в год. Что еще здесь в этой вступительной публикации, я хочу сказать о красоте. Надеюсь, из определения Ивана Ефремова видно, что красота объективна. И это очень важно. Дело в том, что многие люди этого не понимают. Есть выражение «красота в глазах смотрящего». То есть то, что одним кажется красивым, другим нет и наоборот. Но с позиции ноосферного мировоззрения это далеко не так. Красота безусловно объективна. Субъективна лишь ее восприятие. И именно поэтому она однажды и должна стать высшим идеалом для человечества. Чего никак нельзя сказать о добре или гуманизме. Которое стало высшим идеалом человечества, якобы безответственной подачи Иисуса Христа. Вот добро или гуманизм – это действительно абстракция. Как зло, впрочем. Я дал определение красоты. Но кто и где встречал определение того, что такое добро? Я не встречал. Более того, я со всей ответственностью должен сказать, что такового и не существует. И не может существовать. Поскольку не может быть определение тому, чего нет. Добро, как и зло, впрочем, это чисто субъективная категория. Классические химеры. И в них нет никаких объективных ориентиров. То есть, что для одного добро, для другого зло. Более того, на каждом шагу то, что вчера было добром, сегодня становится злом. И, соответственно, нет никакой возможности научно открыть законы добра и зла. И опираясь на них поступательно, минимизировать зло и максимизировать добро. Так к чему привели, якобы, проповеди добра Иисуса Христа? Правильно. К тому, что человечество на каждом шагу метается из крайности в крайность, только усугубляя и увеличивая горе и беды. И иначе быть и не может. Возводить высший идеал химеру – это в лучшем случае великая глупость, а в худшем – великая подлость. И мы не знаем, какими мотивами руководствовался Иисус Христос, когда проповедовал добро. Впрочем, мы не знаем не только этого. Мы также не знаем, а действительно ли Иисус Христос проповедовал все эти глупости и или подлости. Или ему это просто приписали. Толкований образа Иисуса Христа в мировых религиях очень много. Например, гностическая религия считает, что в образе Иисуса Христа на землю на самом деле приходил сатана. Но при этом именно сатана, а не еврейский был, хотел людям хорошего. Но его слова позже извратили с точностью, да наоборот. Напоминаю, Библия утверждает, что Иисус Христос учил, что самый правильный способ производства – рабовладение. И долг каждого раба быть хорошим, прилежным рабом. И библейские выражения типа «Рабы будьте покорны», «Рабы будьте послушны» хорошо известны. И нужно прямо сказать, Библия – это невероятно подлая книга. И нужно добавить, то, что Библия стала так называемым святым писанием для общества, это невероятный позор человечеству. Иван Ефремов в романе «Час быка» неслучайно подчеркнул. К несчастью, главная религиозная книга, наиболее техничной и могущественной из прошлых цивилизаций, Белой, была Библия, наполненная злом, предательством, племенной враждой и бесконечными убийствами. И очень может быть, что проповедь добра и непротивления злу насилием равна как проповедь рабства и рабовладения, выгодная социальным паразитам. Иисусу Христу лишь приписали эти самые социальные паразиты и продолжают приписывать по сей день. И не важно, кто эти социальные паразиты, рабовладельцы, капиталисты или кто-то еще. Здесь важно видеть то, кому та или иная проповедь выгодна. И к чему она в конечном счете ведет. Думаю, детальнее мы об этом поговорим позже, если, конечно, данный цикл публикаций пойдет. Но и в завершении еще один небольшой рубик с Евой. Если понравилась публикация, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Делитесь публикацией в социальных сетях и на других ресурсах. Смотрите другие мои публикации, поддерживайте канал Занатами. Ссылка, по которой каналу можно оказать помощь, будет под роликом. Субтитры создавал DimaTorzok